Но по поручению президента в стране проходит проверка объектов массового скопления людей в поле зрения спортивной арены, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, а также жилые дома, общежития, интернаты. Эти объекты проходят тестирование от МЧС и милиции. Сегодня в Минском районе специалисты отрабатывали учебную тревогу в доме престарелых, затем комиссии переместились в школы и детские сады. Как проходила эвакуация, увидел Владимир Королев. По легенде, учение возгорания произошло в доме престарелых. Сейчас люди эвакуированы, спасатели начинают свою работу по замыслу. Скорее всего, где-то на верхних этажах находятся еще люди. Сигнализация сработала на третьем этаже. Многие постояльцы прикованы к инвалидным коляскам или нуждаются в помощи персонала. Бойцы МЧС задействуют пожарную лестницу, чтобы эвакуировать тех, кому огонь не дал шанса покинуть интернат самостоятельно. У нас тренировочное занятие по эвакуации людей и персонала проводится два раза в год. Либо в ночное, либо в дневное время. В связи с тем, что у нас проживают люди старше 80 лет, средний возраст 86, к этому мероприятию мы относимся с особой тревогой. Такие учения – непоказательная картинка. Отрабатывается слаженность персонала заведения, спасателей, медиков и других ведомств. Специалисты проверяют не только норматив по эвакуации, но и следят за противопожарной безопасностью в помещениях. Недостатки должны быть выявлены и устранены. Еще порядка 300 объектов на территории Минского района собираемся отработать. Это такие же интернаты, санатории, детские дошкольные учреждения, сады, а также различные культурные и развлекательные учреждения. Сфера образования и воспитания. Заброшенные здания, ветхие строения, чердаки и подвалы. В эти дни милиционеры в одной команде со спасателями. Стражи правопорядка работают не только с детьми, но и педагогами и родителями. Основная задача – безопасность школьников. Но обеспечить ее, возможно, лишь общими усилиями. В гимназии созданы две детские организации по желанию и заявлению детей. Это юные спасатели пожарных и юные инспектора движения. В первую очередь, конечно же, работа направлена на профилактику, на обучение профилактики. Если работать на 100%, то простым правилам безопасности надо обучать с рождения. Поэтому заглянут спасатели и к самым маленьким. Сегодня бойцы МЧС провели учебную эвакуацию в детском садике номер 101. Говорящий номер для службы МЧС. Ликбез для детей в виде игры. И, похоже, такой вид обучения маленьким белорусам приходится по душе. Такие учреждения, как детские сады, должны быть не просто образцом соблюдения требований безопасности, но и огромное внимание должно уделяться именно обучению детей. Потому что от того, насколько ребенок будет знать свои действия в чрезвычайной ситуации и будет знать, как действовать, чтобы в нее не попасть, будет зависеть то, насколько безопасным вырастет наше общество. Трагедию легче предотвратить, чем потом пожинать последствия. В экстренных случаях, когда на счету каждая секунда четкие и слаженные действия каждого могут спасти жизнь многих людей. Владимир Королев, Карина Пашкова, Юрий Тихонович. Агентство теленовостей.